Продолжим разговор о нашей повседневной жизни. Сейчас поговорим об отношении к вещам материального мира. Нас окружает материальный мир. Многие погрязли в этом материальном мире. Обычно люди очень привязываются к вещам, переживают их пот, всю утрату. Страстно желают что-то приобрести и ужасно боятся потерять приобретённое. Обычно происходит. И так ведёт себя человек, который вращается преимущественно в поле вот этого материального мира. Естественно, что человеку в его продвижении по пути сознательной духовной эволюции привязанность к вещам материального мира, включая деньги, сильно мешает. Ибо постоянно в сознании беспокойство какое-то возникает. Если ты привязан к этому миру материальному, то что-то тебя всегда беспокоит. Не беспокоит большой, будет беспокоить малый. Что-то всегда обязательно беспокоит. Так вот, к вещам материального мира надо относиться правильно. А что такое правильно? Это значит не впадать в крайности. Не поощрять накопительство, не поощрять брахойство. И не пытаться от них избавиться полностью. То есть, есть две крайности. Так что удовлетворяться, и лишнее отсечь надо непременно. Удовлетворяться тем, что имеешь, и не расстраиваться при потере, не стремиться к приобретению. А в случае приобретения уж там не прыгать, не радоваться. Вот, вот, свершилась мечта. Поначалу это будет даваться с трудом, поскольку это такая очень цепкая привязанность к материальным мирам. Настолько, настолько врос корнями в наше, так сказать, материальное существование телесное. У нас он очень к этому пристрастен. Что это будет во времени достаточно длительно продолжаться. Так вот, главная роль в процессе отработки, в процессе отработки правильного поведения по отношению к вещам материального мира, будет играть ваша бдительность и искренность. То есть, вот, должны замечать те самые привязанности, те самые беспокойства. Опять-таки, бдительность. Опять-таки, бдительность на первом месте. Бдительность всегда должна, так сказать, стоять на страже нашей безопасности. И по возможности надо фиксировать, какое чувство мы испытываем при соприкосновении с конкретными вещами в конкретных ситуациях, допустим. Но, вообще-то, много ли надо человеку из мира вещей? Наверное, не так много. Вот, если посмотреть вот дома, сколько у нас, так сказать, накопилось барахла и что мы используем реально, то, наверное, немного мы используем, да? Что-то там годами, десятилетиями где-то копится, хранится. Вот, один мой знакомый, он говорит, вот, если я, допустим, три или четыре года не брал вещь в руки, да, я её выбрасываю. Всё это выбрасываю и всё. То есть, это она уже не нужна, просто не нужна. У нас дома-то всегда много очень хлама. И мы продолжаем его тиражировать. И будет полезно для начала легко научиться расставаться с лишними вещами. Пока вот с теми, которые действительно лишние, которые где-то скопились, на чёрный день, на случай войны. Раньше говорили, вдруг там всё прекратится, вот у меня хоть будет там старая кофточка, чтобы потом распустить её, связать новую, да? Вот такие у нас тоже есть вещи. Вот надо начать с того, что избавляться от лишнего мусора. Поначалу надо от лишнего мусора книжного избавиться. Такой мусор есть, безусловно. Это очень полезная вещь, вот избавиться от него. Я думаю, что есть, теперь понятно, что надо на помойку нести. Нет, не помойку, надо кремировать, наверное. А на помойку отнесёшь, там, может кто-то взять, может кому-то и повредить, да? Вот, ну, макулатуру. А сейчас, по-моему, не принимают. Принимают уже? Уже серьёзно? Ну, это хорошо. Хорошо. Так, что макулатуру можно отнести. Значит, в тонкий мир с собой мы можем взять лишь то, что наработали. Наработали в собственном сердце. А именно, эволюционный опыт. Вот, другого мы с собой взять туда ничего не можем. И чем шире и глубже этот опыт, тем более сознательно мы и войдём в этот мир. А если сумеем мы уже в этой жизни наработать нечто стоящее в своём физическом теле, то переход наш, вот туда, куда обычно все переходят, он будет абсолютно безболезненным, с полным сохранением, опять-таки, всего накопленного эволюционного опыта, духовного опыта. Потому что расставаться рано или поздно придётся, поэтому вот этот опыт и надо накопить достаточно. Надо помнить, что мы прохожие. Иисус замечательно сказал в Евангелии от Фомы, будьте прохожими. Прохожий – это тот, который откуда-то идёт, пришёл сюда, да, откуда-то. Здесь идёт и куда-то уходит. Вот это прохожий. Ну, прохожий что с материальным? Из материального он вряд ли что унесёт, потому что если он идёт, да? Он же не на автомобиле едет, да? Ну, рюкзачок такой лёгенький может быть, смену белья. А самое главное, он здесь должен всё-таки накопить и куда-то уйти. Так что надо помнить, что мы здесь, прохожие, и выполнить вот свою задачу прохожего по максимуму здесь. Если ваше отношение к какой-либо вещи чётко не определилось, то вы можете провести мысленный эксперимент. Как вот мать говорит, проведите мысленный эксперимент. Он заключается в следующем. Мысленно лишить себя какой-то вещи. Её не надо выкидывать, выбрасывать. Вот лишить себя какой-то вещи. Вот, и если при этом вы испытали чувство сожаления или дискомфорта, то привязанность ваша ещё сохранена. Ну, мысленно решите, не выбрасывайте в окно телевизор, как некоторые, тут бывали случаи, телевизор в окно выбросить, потому что он мешает. Ну, просто понять, какое ваше отношение к части мысленного эксперимента. И осознав этот факт, просто его констатируйте. Да, я привязан вот к этому. Ещё меня это здесь держит. Я ещё, так сказать, зависим от этой вещи. Вот это осознание без осуждения, это единственный правильный способ проработки всех дефектов нашего сознания. То есть, никакой борьбы не должно быть. То есть, не должно быть крайности. Я всё вот это, не осознав, выброшу, а потом буду сожалеть. Ой, вот, ну что же я наделал. Такое бывает у людей. У них такой витальный порыв бывает. Вот он прочитает где-то, услышит, что привязанность вредна, нехорошо. И начинает, так сказать, избавляться от всё. А потом плакать начинает. То есть, встать на путь отречения от вещей, значит, заведомо обречь себя на неудачу. Вот от этого отрекаюсь, от этого, от этого, от этого больше не будет. То есть, никакое отречение от вещей не возымеет действие, если не будет факта, вот это осознание привязанности. Если вы осознаете привязанность, то не надо пока избавляться ещё, не надо выкидывать. Можно сгоряча лишить себя всего, но это будет лишь насилием на вашей неукращённой натуре. Натура витальная не укращена, вы можете лишить себя всего, изображать из себя нищего, но будете всё равно внутри глубоко страдать и сожалеть от этой самой крайности, однажды по глупости свершённой. Не надо этого делать. Вот я всегда привожу пример с чемоданом Георгий Гуджиев, вот эта история с чемоданом, кто-то её знает, но кто не знает, наверное, тоже будет интересно это послушать. Ну, Гуджиев в начале прошлого века, Георгий Гуджиев организовал в России школу, где он преподавал оригинальные методы пробуждения сознания, восточные, так сказать, суфистские методы. И одним из учеников этой школы был Пётр Успенский, который рассказал историю, которая имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору. Вот Гуджиев постоянно внушал своим ученикам, что те должны во всех ситуациях сохранять ровность сознания. Вот мы сейчас все это говорим, что должна быть ровность сознания. Теоретически, вот говорит Успенский, я вроде бы это усвоил, что сознание должно быть ровным, я не должен волноваться там ни по какому поводу. Но на практике всё оказалось иначе. Вот летом группа Гуджиева выезжала на Кавказ на занятия коллективные там какие-то. И Успенский, кстати, Успенский был его любимым учеником, Успенский писал о Гуджиеве многие книги, сам Гуджиев писал совершенно ужасно, это что-то было страшное. Вот у него есть какая-то книга там, где Авельзевуля, да, как начинаешь читать, язык ломается, думаешь, как в сумасшедший дом попал, когда читаешь. А о нём, о его учении писал в основном Успенский. И вот они собрались ехать на Кавказ, и, соответственно, на тот период, на который они ехали, там, не помню, полтора месяца или два, они должны там быть, ну, естественно, с собой брали вещи, определённые необходимые вещи. И Успенский в двухместном купе ехал вместе с Гуджиевым. Вот, поезд только что выехал, выехал за пределы Москвы, набрал полный ход, такой паровоз ещё такой исторический, естественно. Вот, и там в вагонах такие окна были, широко открывались окна, серьёзные окна, можно в них вообще вылезти было там. И чемоданы таскали из этих окон, которые на верхних полках были. У меня бабушка рассказывала, что там, где поезд замедлял ход, стояли специальные люди с крючками, они в окно быстро там засовывали этот крючок, и чемодан с верхних полок в окно это выдёргивали. Вот такие были специалисты вот по этому делу, крючками чемоданы стягивали. Вот, и вот такое широко открытое окно, сидит Гуджиев, курит, там, это самое, радостный такой Успенский, радуется, на юг едет. Потом вдруг, там, дом, друг, неожиданно Гуджиев берёт чемодан Успенского, огромный чемодан, в который он сложил там все вещи, и вышвыривает его в окно. Поезд идёт, там, как следует уже, там, всё, выкинул этот чемодан, и сидит, смеётся, курит. И Гуджиев говорит, я готов был убить своего любимого учителя вот здесь, на месте, вот, своими руками его придавить, вот, за этот вот поступок. Вот, поскольку в чемодане там, ну, всё там было такое, из вещей всё необходимое. Вот, ну, ладно, потом, я говорю, походу уже стал соображать, ну, вот это можно купить, это можно там победить, но там какие-то дневники, тетради взял, хотел он их обработать, такие записи свои. Вот это уже восстановить невозможно. То есть, это трагедия, опять у него волна вот такого гнева, вот, Гуджиева, тот курит, я говорю, ваш ровности учил. Вот, что ты подумаешь, на чемодан, да, это всё, говорит, ерунда, а что там в нём, да, это тоже ерунда. Ну, взбешён он был. И пока поезд шёл, ну, где-то часа два, наверное, он идёт до Коломна или там до Серпуха, я не знаю, где-то, Акут переезжаем, когда мы мост туда. Гуджиев уже, вернее, Успенский успокоился, ну, как, ну, говорит, ну, ладно, это я куплю, вот это, вот, только записи, вот, их не вернёшь. Вот, и тогда весёлый Гуджиев где-то там из подпола достаёт, вот, говорит, твой чемодан, я, говорит, не твой выкинул. Я, говорит, такой же вот купил, вот, тебе продемонстрировал, я, говорит, какой ты такой, из-за таких вещей, говорит, заплакал там дурачок, говорит, вот твой чемодан, ладно, бери, говорит, его. Я, говорит, тогда второй раз готов был его убить, какой я стресс перешил, вот, твой ровность, чемодан, лишил его всех вещей, а он решил пошутить, ну, вот, пошутил. Выбил ученика любимого из расстояния ровности и проверил, вот, насколько эффективно методы-то были. А в плане лишения всякой собственности всех превзошёл Диоген, если помните, да, он жил голый, там, совершенно, просто голый, жил в бочке. Правда, эта бочка была больших размеров, как дачный домик, это бочки из-под вина, они были огромные. Вот он жил в этой бочке. Вот есть такая история с Диогеном, когда у него была последняя собственность, какая-то миска, он из неё ел, там, пил, ну, не руками же есть пить, он всё-таки туда накладывал, воду черпал. И вот он с этой мисочкой идёт к реке, там, пригорок спуститься, надо было к реке попить воды, и тут бежит собака. Собака побежала, бегом, и тоже напиться, туда, к берегу, там, влакает, а он, там, что-то споткнулся, и миска у него покатилась, там, и он упал, потом он эту миску схватил, вот, а собака уже бежит, напившись, облизывается, идёт. Тогда он эту последнюю свою собственность, эту миску выкинул, потому что он из-за неё споткнулся, там, пока её искал, вот, и стал пригоршнями пить. То есть, от всего освободился, голый, и вообще ничего нет. Вот, то есть, он так показал образец, да, аскетизма. У нас он бы не мог голый жить. Да, не мог, тут прохладно. Так что, вот такой был случай. И я вот привожу тоже один пример интересный, который произошёл в жизни, вот, в моей, я был его, действительно, свидетелем. Когда тесть моего сына, художник по профессии, художник-монументалист, у неё была огромная мастерская на Пушкинской, большая Дмитровка, да, сейчас, на верхнем этаже дома была большая мастерская художественная. Он там жил с женой, в общем-то, это был их дом, всё там, ну, всё то, что необходимо для нормальной жизни, всё там было, и жильё, и бельё, и одежда, и цветы, и документы, и огромный библиотек, там, огромное количество томов, книг, именно таких, ну, раритетных, старых книг. Он очень любил вот эти букинических магазинов, покупать старые книги, то есть, он много денег им тратил на это, приобретал именно эти книги. Вот такая была очень серьёзная библиотека, со стремянкой надо было лазить, там, вот, смотреть книжки, такими переплётами красивыми. Вот. И в одно прекрасное мгновение, в феврале месяце, там, внизу, в какой-то коммерческой фирме возник пожар, и всё это стало гореть. Они спали, это они ночью выскочили в нижнем только белье, из подъезда успели выскочить, и потому что всё остальное там уже начало гореть, пожарники приехали, всё стали заливать. Ну, короче, вся квартира со всеми документами, книгами, с вещами, с бельём, там, с мебелью, всё это прекратилось существовать. В общем-то, трагедия, да? Ну, для человека это всё, ай-бах-вах, вот там, это, ну, понятно, всё, за что там Господь наказал, да, что делать теперь. Ну, а он, Виктор Николаевич, жена у него вообще спокойный человек, просто спокойный человек. Ну, сгорел и сгорел. И так бывает же, да, в жизни. Вот. А он тоже как-то мы отнёс философски. Он три дня пил водку. Хорошо пил. Потом, говорит, всё, три дня похоронили. Всё, схоронили, говорит. Упомянули. Сейчас опять книги покупает. Это, говорит, у меня вот было, вот это надо опять купить. Вот. Ну, естественно, прекратило это существование, но отнёс к этому нормально. Не умер. Вот отношение такое, понимаете? Вот. Не было привязанности. Вот было всё, а привязанности не было. И это очень, так, для меня было очень интересно, так я смотрю. Ну, человек такой жизнелюб. Говорит, ну, ничего, ничего. Сейчас опять, вот, он мне, говорит, я вот купил, там, вот, книги, там, по истории, вот это, вот, у меня это была, вот, хорошая. Ну, вот я ещё, говорит, я скупил, нашёл. Ну, всё, вот такой человек увлечённый. Так, нормально пережили вот такое событие. Событие. Документы восстановили, там, ну, всё. Ну, это, понимаете, это вообще трагедия, действительно. Одно дело, когда что-то украли, а когда всё у тебя сгорело, и перестало существовать. Ну, самое ценное, конечно, это были книги. Это действительно такая ценность. Вот так, вот такие бывают события, события в жизни, поэтому привязанность, непривязанность, всё это тленно в этом мире. И, наверное, вот такие вещи, когда бывает так, что ты, чёрт, боишься потерять там кружку какую-то, разбить, а у тебя там всё сгорает, тут она, понимаешь, боже мой, действительно, это всё тленно. Так что надо сам, вот факт непривязанности в себе, вернее, привязанности всегда в себе развенчивать, чтобы потом где-то какие-то кармические наши события нас, это самое, не лишили всего. Вот так иногда бывает, педагогика, она тоже умная. Я слишком привязан, то, ну, на тебе. Вот интересный такой момент. О деньгах. Деньги – это тоже вещь, это материальная сила, на физическом плане сознания – это сила. Обменный эквивалент, раньше возникал, как, ну, просто обмен, да, значит, был просто товар-обмен, потом обмен товар-деньги, а теперь деньги имеют свою самостоятельную силу. И, в принципе, их можно напечатать сколько угодно. Да? Вот кризисы откуда-то возникают, да? И тогда вот эта могущественная сила, она может где-то скапливаться, каким-то образом там перетекать из рук в руки, кто-то может её узурпировать. Так вот, и Робинда в своей работе, вот он говорит там о деньгах, он определяет их, как видимый символ некой универсальной силы, которая проявляется и действует на витальном и физическом плане. Это сила, деньги – сила, безусловно. Витальный и физический план вовлечён в процесс, связанный с деньгами. Есть это? Есть. То есть, по своему происхождению, говорит он, и в истинном своём действии, она, эта сила, принадлежит божественному. Но, подобно другим силам божественного, она не спослана сюда, и в невежестве низшей природы может быть захвачена эго человеческим для собственных нужд, или попасть под влияние асуров, владык царства тьмы, который искажает её и в соответствии со своими целями. Попал не в те руки, начинается искажение. Поистине, это одна из трёх сил – власть, богатство и секс, что обладают наибольшей привлекательностью для человеческого эго и для асура. В большинстве случаев с этими силами неверно обращаются и ими злоупотребляют те, кто имеет с ними дело. Он говорит, богатство, власть и секс – это наиболее влиятельные силы, которые оказывают влияние на физическое и витальное человечество. То есть, это огромная сила. И далее. Те, кто стремится к богатству или обладают им, гораздо чаще его рабы, чем владельцы. То есть, человек, стремящийся к богатству, накопивший богатство – раб того, что он накопил. Боязнь потерять и прочее, прочее – это всегда рабство. Так что надо проще расставаться с деньгами, не заниматься их коллекционированием. Но это не значит, что надо быть расточительным. Опять-таки, есть другая крайняя сторона глупости – сорить ими в витальном порыве направо-налево. Деньги – это как материальный символ универсальной силы, материальный символ в физическом плане сознания, должны направляться в нужное русло. И вот о предназначении денег замечательно высказалась мать. Что она сказала? Предназначение денег в том, чтобы приумножить благосостояние, материальное процветание того или иного сообщества, страны, о высшем смысле всей земли. Деньги – это средства, сила, энергия, отнюдь не цель как таковая. И как любая сила, сила денег возрастает и приумножается, когда она движется, циркулирует, находится в обращении, используется в деле, а не когда её накапливают и хранят без дела, без движения, вызывая её застой и омертвение. Вот так она высказалась о деньгах. И вообще человек, который зациклен на деньгах, человек, который в полной зависимости от того, что называется мамона, от богатства, это человек абсолютно несвободный. И не случайно Иисус сказал замечательную вещь. Он сказал в Евангелии, в частности от Луки, от Матфея, что трудно богатому войти в Царство Божие. Но заметьте, одну интересную вещь. Он сказал слово «трудно», он не сказал слово «невозможно». Поэтому отношение к тому, что имеешь, должно быть достаточно простым. Не бояться потерять, что имеешь. То есть быть готовым в любую минуту расстаться с этим, не накапливать, а действительно давать возможность циркулировать той силе, которая есть в нашем материальном мире. Он замечательно сказан. Не быть привязанным. Тогда такому человеку и дастся возможность распоряжаться большими средствами. Поскольку он не привязан, тогда он будет направлять в правильное и в нужное русло. А человек, который привязан к этому, он действительно раб. Ага, и там свободу. Человек думает, что у него много денег, он свободен. Напротив, это всё, конец. Да? Сидеть вот как Кощей на златом чахнет. Сейчас разберём с вами очень важный аспект сознательной дисциплины, который поначалу не вызывает, не всегда вызывает у слушателей полное понимание. Это отношение к любой выполняемой работе. Вот есть какая-то работа, которую человек выполняет. Работа это может быть та, за которой мы деньги получаем. Работа может быть по дому, мытьё посуды, стирка, готовка, работа в помощь кому-то, как средство отдыха. Иногда человек себе находит дело в каком-то занятии, когда отдыхает. То есть, любая работа должна выполняться без привязанности. Что такое? Как это без привязанности? Вообще, что это такое? Без каких-либо беспокойств и без оглядки на результаты. То есть, не заботиться о результате. И не заботиться о том, как эту работу воспримут окружающие, похвалят или будут вас ругать. То есть, без привязанности она должна выполняться. Без каких-либо беспокойств. Но есть одно непременное условие. Когда мы говорим о нас с вами. То есть, она должна выполняться максимально добросовестно. То есть, добросовестно. Вот есть работа, и выполняй её максимально добросовестно. Вот это вот непременное условие. А так, как это не привязывается к результату? Ведь в обыденном существовании считается вполне естественным, что человек должен непременно быть заинтересован в результатах своего труда. Это вполне естественно. То есть, в обыденной жизни работа, соответственно, делается на любимую и нелюбимую. Делится? Делится. Вот люблю, не люблю. на полезную и бесполезную, можно видеть, что это вообще бесполезно, никакой пользы не приносит, на приятную и неприятную, на интересную и на неинтересную, то есть на имеющую смысл, абсолютно бессмысленную, то есть какое-то деление происходит, сразу человек, когда к чему-то приступает, до него всегда идёт какое-то ранжирование в части работы. И в результате подобного разделения человек, выполняющий какую-либо работу, всегда чем-то обеспокоен, всегда чем-то озабочен, всегда ему что-то мешает, мешает находиться в процессе выполнения самой работы, в процессе выполнения труда, всегда есть какие-то препятствующие моменты, он может её спустя рукава выполнять, это не важно, или наоборот, он хочет её выполнить как можно лучше, ему надо результат представить, конечный, в лучшем виде, то есть напряжённость возникает, и как правило, всегда в работе, в таком напряжённом состоянии, либо в состоянии таком наплевательском, качество, безусловно, теряется, и всегда человек обеспокоен, то есть и постоянно выпадает из реального момента времени, мы говорим, ну будь, находись в процессе выполняемой любой работы, вот только тогда ты божественно озаряешься, только тогда работа будет максимально эффективно выполняться, а как только мы привязаны к этому, либо какое-то отношение у нас положительное, отрицательное, или там что-то не то мы делаем, не хотим делать, всегда вот этот нагруз, всегда этот напряг делает работу абсолютно неэффективной в части нашего с вами духовного развития, а мы же должны всё использовать, любую возможность использовать для того, чтобы находиться в состоянии медитативном или молитвенном, контактировать с этой энергией, так что работу, ну, в общем-то, надо выполнять именно в тишине, это означает быть в состоянии медитативным, то есть любой труд непременно должен стать медитативным, тогда он будет доставлять вам радость, любая работа, ибо это используется для реализации пути, вот вам скажут, делать глупость какую-то, да делайте, не случайно в монастырях, вот там послушание монахам, вот делай вот это, вот глупость, да, вот делай эту глупость. Работай, вот перекладывай там, песок переноси из одной кучи в другую, но делай это с удовольствием, в реальном времени, потому что это помогает тебе познакомиться, познакомиться именно с этой силой, с благодатью, то есть любой труд непременно должен стать медитативным. Активное сознание тогда ваше находится в самом процессе работы, вы всегда, так сказать, в этом процессе пребываете, и только тогда, только тогда ваше сознание будет иметь контакт с этой эволюционной энергией. Таким образом, человек должен в конне изменить свои отношения к любой выполняемой работе. Пусть она будет бесполезной и тупой в общепринятом понимании этого слова, но вы вам дали её, но выполняйте её. То есть не стоит ныть, не стоит причитать, не стоит в уме там бранные слова какие-то произносить, да. Надо начинать работать молча. Поначалу кажется невозможным, что вот ты любую работу можешь как бы выполнять без привязанности, но постепенно при соответствующей деятельности сознания становится всё это более реальным. И тогда любая работа приносит вам глубинную радость, поскольку она медитативна, то есть труд молитвенный. То есть вы рады будете всему, что вам дадут, делаете, и в процессе выполнения вы получаете радость, получаете эту радость, глубинную радость. Любая работа станет интересной, просто интересной. Самая, казалось бы, по человеческим меркам тупая, глупая. Вот я думаю, если я где-то вдруг окажусь социально незащищённым, и буду выбирать работу, где мне потрудиться, я пошёл бы в парк убирать, бумажки по утрам собирать. Мне очень нравится вот этот мусор весь собрать, потому что люди всё разбрасывают, а когда соберёшь вот такое счастье, вот видишь, боже мой, хоть вот эту помойку человеческую. Я не ругаюсь, что люди бросают, они такие. Ну вот чистить там, что-то собирать, я бы смог, мне это нравится. Нравится. Дводником я бы был, наверное, хорошим. Если жизнь меня заставит быть дводником, я ассенизатором, я с удовольствием буду это делать, потому что там и видно результаты труда, да? И в самом процессе находиться, а люди как-то вот брезгуют, это вот что-то не то, вот это не по мне. Какие-то мы с вами очень чистоплюя вот в этом плане. А это он насорил, пусть они там и убирают, вот вся. Да вот ты подбери эту бумажку, ветку там, которая мешает пройти, подбери, потому что если ты этого не сделаешь, то ты можешь любые законы писать, что не надо сорить, не надо поливать. Вот вещь такая очень интересная. Для себя мы это делаем, в общем-то. Для себя больше. Мы растём этим. Не для людей даже. Вот мы этим растём. Когда подбираем вот за кем-то или что-то. То есть, это вот как бы принцип, ну, смирения, как бы вот такого нормального, вот об этом Иисус говорит, ну, помоги, вот помоги там, братья, да? И действительно, надо использовать любую возможность медитативно потрудиться. Любую возможность. Не заботитесь о результатах. Равно принимайте их как по хвалу, так и нелестные отзывы. Только не беритесь за то, что вы не можете сделать. Вот я про себя говорю, если мне скажут, там, какое-нибудь электричество проводить, там, или что-то, я это не умею. Я могу научиться этому, но я не могу это сделать качественно. Я откажусь от этой работы, потому что я не могу сделать. А то, что такая примитивная работа, механическая, ради Бога, любая работа, она мне нравится. Не нравится. Вот. Я говорю, что, да, и тогда никакой труд не будет вам в тягость. Напротив, вы будете испытывать чувство радости, чувство удовлетворения. Любая работа будет, ну, просто, ну, фантастическая. Очень приятная будет эта работа. Я долгое время, вот я это рассказываю, историю, многие смеются. Дома не давал, чтобы купали стиральную машину. Он говорит, надо купить стиральную машину. А я стирал вот такое белье по большим стиркам. Мне так нравилось это делать. Всё вручную, в ванне, там, пока всё это повыжимаешь, там, замочишь. То есть, вот такая женская работа, вот, глупый, мол, идиот. Вот, что, там, жены нет или ещё кого-то. Да мне это было приятно. Посуду мыл, вот, по вечерам, там, гору посуды. Я не говорил, что вы там днём не моете. Я её просто мыл. Мне было очень приятно. И как-то я одно время, это самое, как-то, какой-то период был, я пару раз, там, не помыл. Я эту посуду говорю, а что ты посуду-то не моешь? Уже привыкли, там, всё, я говорю, ну, вот. То есть, всё нормально было. Мне это нравилось, вот, всё как-то, я всегда в процессе был. Вот это помоешь, это с щёточкой. Вот, удовольствие, радость была. Радость вот от этого, казалось бы, тупого, абсолютно, так сказать, такого наплевательского труда, где обычно моют, вот, так сказать, быстрее, скорее, комбайн какой-нибудь купят, там, туда всё это заложат, запустят. То есть, человек начинает мельчать, да, вот. Вот, какая-то, вот, новая полоса, вот, такое отчуждение от той самой работы, которую можно действительно использовать именно в целях роста твоего сознания. Вот, когда купили стиральную машину, я действительно, как идиот, сидел на кодточках вместе с котом и смотрел, как там бельё переваливается, вот, в общем. Медитативно смотрел, я вот туда прям глядел, просто спокойно. Такая радость была, как это бельё там переваливается. Ну, когда меня лишили возможности уже руками это делать, вот, так было интересно, вот. И кот мой смотрел тоже, там же шевелится что-то, перекладывается. А если лишить тебя ещё этого окошка, где бельё переваливается, то вообще не знаешь, что делать. Тогда всё тут, и нанять какой-нибудь уборщик, который будет тебя всё убирать, ну и конец. А тебя лишают вообще всего. Средства для развития лишают, то есть лишают тебя труда, лишают тебя работы. Вот такая интересная вещь. Вот то, что касается любой работы. Любой работы. Спонтанная работа, это действительно замечательная вещь. И вот у нас была такая история. Это одна женщина к нам пришла, она по профессии маляр. Маляр, штукатур, маляр. Вот. И она рассказывает свою историю, рассказала, что спустя какое-то время, вот, она работала уже в основном, ну, как бы одна или вдвоём с кем-то. Ремонт квартир делала. И когда она начала работать одна, а женщина очень такая, она из такого немножко витального склада, но очень добросовестный человек. Очень добросовестный человек. То есть она не халтурщица, а вот так пунктуальный слишком человек. И говорит, что спустя какое-то время я почувствовал сильную головную боль. Сердце мне приятности появилось. Сердце, суставы стали болеть. То есть такая типичная симптоматика, вот, знакомство, схода, вот, такого принудительного, этой нисходящей энергии. Всё, у неё там стало расстраиваться в организме. Она побежала к врачу, ну, врач, естественно, ничего не нашёл, поскольку это функциональные вещи, да, они не отражаются ещё с соматиком, пока не нарушена. Вот. И сказать, что она симулирует, а никто не могла работать. Сильнейшие головные боли, перебои в сердце, суставы болят. Вот, не знала, что делать. И какие-то нервные расстройства в них, депрессии стали возникать. И продолжалось это более года. Она работать не могла, даже перестала, так сказать, работать. Диагноз так не был поставлен. И спустя какое-то время, вот, вся симптоматика исчезла сама собой. Но состояние не только нормализовалось, но наступило улучшение по всем параметрам. Стало всё, так сказать, ну, значительно лучше. И вот, когда она мне это рассказала, она мне рассказала, вот, то я, ну, как понял вообще, что происходило-то. Она в течение длительного времени одна, молча, медитативно трудилась. То есть, она красила вот так, видя, что делает, а не просто, вот, глядя туда, красит, там, штукатурила. То есть, она была в реальном времени. Пошёл поток. И поток начал свои, там, эти, ну, невольные-невольные, там, преобразования. Она не понимала, что с ней происходит. Вот, а просто открыт был поток. И она, естественно, испугалась, поток блокировался, но он уже, там, открыт где-то. Она немножко расслаблялась, она опять идёт, опять начинала работать, опять неприятности. И вот, когда она бросила работать, там уже немножко-то, как бы, немножко зажалось, да, то там у неё вроде как всё и нормализовалось. То есть, она оставила эту работу. Хотя, если бы она понимала, что происходит, она могла бы это использовать, использовать как единственный способ. Вот тебе молитва, вот тебе медитация, вот тебе, так сказать, процесс. Другого не надо даже было. Смиренно, спокойно, в реальном времени, вот там, крась, крась, целый день твоя работа, вот тебе и духовные достижения, вот тебе и результат открылся потоку. Так что надо использовать всегда труд, тот, который тебе поручают, именно вот в таких медитативных целях. В целях, так сказать, продвижения по духовному пути. Так что ничего в этой работе нет такого предрассудительного, или какого-то, так сказать, ну, отталкивать, что вас должно. Всё надо использовать, всё по максимуму. Вот поле деятельности нашей, вот этой, эволюционной, это вся наша жизнь. То есть, всё надо делать правильно. Когда делаем всё правильно, когда всё в реальном времени, значит, у нас сутки, в течение суток мы контактируем с этой божественной силой. Теперь о режиме питания. Ну, у нас сейчас на первом месте режим питания, да, тело, питание, вот это можно, это нельзя, сейчас пост, там, потом ещё какая-то ерунда. В общем, культ, культ вот этот. В общем, сделали икону из пищевого режима, это всё. Вот, Бог, там, тело, там, как оно, вес какой-то, или ещё чего-то. То есть, даже если человек говорит о какой-то духовной работе, но всё равно на первое место ставит, вот, а что кушать, а как там тело. То есть, если человек, вот, пытается совместить эти две вещи, на первое место, безусловно, ставит, вот, свои телесные потребности, то ни о каком духовном продвижении быть не может. Он просто молится Богу, вот этому, витальному, по поводу пищи, по поводу своего тела. То есть, совершенно не понимая, что он, если заботится или леет в своём теле, он губит душу. И, соответственно, и душа гибнет, и тело гибнет. А когда он работает внутренне, то тогда и тело расцветает по максимуму, по мере, так сказать, возможности, по мере твоего духовного продвижения. То есть, люди это плохо понимают, но те, кто не понимает, он никогда не поймёт, а тот, кто выбрал для себя вот ту работу, о которой мы говорим, должен понимать, что режим питания или там питание, это не должно быть культом каким-то, это совершенно глупость. Когда человек, так сказать, начинает себя расписывать, что ему есть, как, вот это нельзя, это полезно, вот этой группе крови нужна такая-то пища. То есть, заморочили мозги, вообще людям, ну, да нельзя уже сейчас, вот эти всякие диетологи, и Бог его знает кто. Так у каждого человека свой годами сложившийся режим питания, соответственно. Правда, многие пытаются сейчас ввести приём пищи к минимуму, длительно голодать, некоторые цели опять ставят себе, так сказать, отказаться вообще от пищи, питаться пространственной энергией. Вот пример Зинаида Григорьевна Барановой для многих оказался заразительным, кое-кто и умер уже, кое-кто сошёл с ума. Ну, я просто говорю, да, есть бойцы такие, либо сумасшедший дом, либо конец. Но он решил, я не буду есть. Ну, или в психушку попадают, либо туда, нет, туда, я не знаю, ну, куда-то туда. Знаете, эта вещь очень опасная, опасные вот такие крайности. И после того, как вот где-то в 2003 году вот это интервью моё с Барановой было в аргументах и фактах в газете с миллионными тиражами опубликовано, тут там в редакцию свали звоните, мне говорили, что они не хотят есть, у нас есть желание, мы знаем, мы готовы, мы не будем есть. Я говорю, а зачем вы не хотите есть? А вы знаете, столько будет свободного времени, денег не надо будет тратить вообще на еду, и время будет очень много, а то мы всё в поисках пищи. То есть, у них вот такая витальная страсть, деньги не тратить, и время свободное у них появилось. То есть, вот такой бред. Ну, понятно, люди-то в таком бредовом состоянии, и кое-кто пытался это реализовывать. А потом как-то нам звонит одна женщина, говорит, мой муж уже не ест там 40 дней, вот, и почти сошёл с ума. Я говорю, сойдёт, и она позвонила через неделю, да, говорит, её в психиатрическую больницу отправили, вот, всё, слава Богу, говорит, он там начал есть. То есть, вот такой психоз возникал, да, по поводу вот этой проблемы. Через это не надо делать проблему, я говорю о крайнем случае, но это всё должно быть как-то в рамках индивидуальных, чисто индивидуальных. Человек должен сам для себя понять, что ему можно, что ему нельзя. Вот. Всё, что касается реализации подобных крайностей в режиме питания, говорит о незрелости сознания людей. Человек не зрел, и он всегда вот эти крайности начинает исповедовать. Ну, обязательно. Так бывает. Когда сердечное стремление к духовному развитию подменяется витальной страстью, к достижению чего-либо, вот я хочу не есть, хочу там холод переносить, там ещё что-то, вот ходить раздетым, там, знаете, вот это витальная страсть, это всегда человек, ну, он обречён на постоянно какие-то, так сказать, экстремальные, вот эти вот достижения экстремальных целей. Ну, это глупость, это витальная глупость, которая говорит о незрелости сознания. Можно, конечно, этим немножко поразвлекаться, я тоже как-то одну зиму проходил в кожаном пиджачке без шапки, но мне потом стало нравиться тепло после этого, я люблю тепло теперь. Чем теплее одеваешься, тем лучше. Ну, так, какой-то период был такого детства тоже, ну, посмотрите, как там тело, как оно там закаляется, ну, это на ранних этапах, где-то первый год, это опять тоже Восток, там, да, вот где-то они сидят, они сидят там где, это только Рерих изображал там на снегу, там, это сидит, ёк, всё тает, они-то сидят под палящим солнцем, голенькие, а у нас тут экстрим такой, закаляться. Вообще, надо тело держать, в общем-то, в тепле, и хочется кутаться. Вообще, тепло – это замечательно, замечательно. И не надо его закалять, не надо его в эстемальные условия ставить, потому что это тоже одна из глупых форм, крайность такая. Вот этим не надо совершенно заниматься. И если в результате, в результате какой-то поэтапной духовной работы, трансформации, человек способен проявить в себе некий, ну, феномен, ну, какой-то вот, минимум пищи свести, или как результат уже духовной трансформации, если что-то у него получается просто по жизни, не специально, то ради Бога, ради Бога, это уже другой вопрос. Но ставить цель, чтобы вот достичь этого, чтобы стать, там, таким-то, так, экстремалом, чтобы тебя все смотрели, вот ты не ешь, там, ты не пьёшь, там, или ещё что-то делаешь или не делаешь, это эгоистическая самоцель, как просто детство такое. Так вот, у искреннего искателя истинный режим питания должен быть оптимальным, без всяких крайностей. Естественно, что в процессе продвижения по пути какие-то, режим этот меняется, какие-то вносятся коррективы, но всё определяет не витальное желание, вот я хочу, чтобы было так, а внутренне тонкое ощущение. Вот это я ем, это я хочу есть, это я отметаю, вот это я уже не могу есть. То есть, обязательно внутренне надо прислушиваться к тому, что ты кушаешь, что ты пьёшь, какие, так сказать, у тебя формы взаимодействия с этим миром, там, тепло, холод. Всё надо очень чётко исполнять, прислушиваясь к самому организму. Потому что, действительно, в результате духовной работы, вот это вот тонкое ощущение того, что лишнее уже, оно приходит, вот это отсекается. Причём, естественно, не подавляется. Если можно есть мясо или нет, ну, если не можете, пока не есть мясо, то есть, но с какого-то момента начинает, становится ясно, что его не надо просто есть. Организм, оно не нужно, не нужно, ради Бога. Не нужно сразу себе ставить, вот сейчас не буду есть мясо, вот сейчас буду поститься. Я видел людей таких, постящихся, которые постятся, чтобы потом дождаться, когда там, ну, если они ночью не едят, вот дождаться, чтобы, когда это всё закончится, чтобы съесть вот всё, что они не доели вот в этот период своего паста. Всё, вот, прям стол там ломится, эти бараньи ноги грызут. А у вегетарианцев, у них тоже интересно. Тут, мне как-то обиделись вегетарианцы. И я в какой-то аудитории имел неосторожность сказать, что вегетарианцы – это самые голодные люди. Ну, самые, они как-то, вот, самые, как, какие мы голодные. Ну, вот, когда наблюдаешь за вегетарианцами, они, вот, когда там готовится пища, они так потирают, вот сейчас вот это вот будет сам с подливочкой, вот это вот фасолька, вот они прямо, вот у них слюни текут, вот, они только ждут вожделённо, вот, когда они будут с этими подливочками, там, со всеми. Говорю, гречневую кашку-то кушайте с бычками в томатном соусе. Вот я, нет, им вот этого вот, вот, такого вот, подавай, вкусненького. Ну, у меня вот период был, я же говорю, что я как-то, вот, по поводу отношения к пищи, у меня какой-то был период совершенно, так сказать, равнодушия того, что есть, потому что у меня было всё вкусно. Вообще всё было вкусно. Чтобы я не ел, у меня стало всё вкусно. И вот я в обед, у меня было стандартно, в обед гречневая каша и бычки в томатном соусе. На три этих самых поции я это делил, это были мои обеды. Как-то где-то я выжил и не умер, по-другому хочу сказать, как-то где-то года два я в обед ел вот доширак вот с этим, ничего, никаких камней там не образовалось, я всё чувствую нормально. Ничего, не было никаких внутренних расстройств, я даже над этим не думал. Вот, ну доширак так доширак, мне было всё равно, в принципе. Всё было вкусно, мне так, всё было вкусно, любая еда. А чем проще, вот там сготовил эту кашу, что чё её там на пять дней, дай поцами, две банки на неделю этой вот штуки, ешь и нормально. То есть, вот такой был период абсолютно, ну, как бы, такой пофигистики в части вот этой пищи. Мне было всё равно, что есть. Мне было вкусно всё. Дадут мне что-то вкусное, ну, где-то такое. Я его съем, но не побегу ночью в магазин, там, зачем-то, что мне там захотелось кушать. В общем, такой интересный, я про себя говорю. Да я бы не сказал, у меня был период, когда я ел, вот, вечером, допустим, гречневой кашки, там, с какой-нибудь капустой, или, там, кетчуп немножко полил, а с утра я не ем совершенно. С утра вот в обед я только, сейчас воем в обед и ем в ужин. Вообще надо есть, наверное, только в ужин. Серафим Саровский говорит, в ужин советовал есть, но спать будешь лучше. Покушал и спать. Вот, а в обед можно там соком отделываться каким-нибудь, да? Вот, а ужинать надо, ужинать надо. Начинаешь понимать, иначе не уснешь, там будет не совсем хорошо. А завтракать просто не обязательно. Чего завтракать-то? Вы за ночь напитаны энергией, а вы еще будете шлаковать организм. Пусть она до обеда-то у вас еще гуляет в организме. Не надо утром еще. Выпейте зеленый чай, и все. Пустой, без сахара, без всяких бутербродов. Ну, вот, я так для себя просто это восстановил. Это привычка. Через две недели, если вы не будете завтракать, две недели привычка исчезает. Это привычка, что утром надо поесть. И вот я как-то питался совсем немного вечером, похудел килограмм на 6-7. Дальше уже худеть перестал, просто уже худеть было некуда. Но у меня начались сильнейшие мышечные боли. Не мышечные, а суставные боли. Значит, если ты не доедаешь, если у тебя жировая полослойка истончается, то нет демпфера. Если идет энергия лишняя, она начинает по соединительной тканной системе бить. Суставы, хрящи. То есть, перебор энергии был, потому что, ну, очень мощно. То есть, лишняя энергия. Поэтому я стал кушать более-менее нормально. Набрал полтора сантиметра прослойчика на животе. Все нормально, все нормализовалось. То есть, не надо вот этот экстрим делать. Потому что там внутри, это хорошо в суставах вы почувствовали, а там внутри могут быть эти самые преобразования, не совсем хорошие, когда вы уж слишком там голодаете, или что-то сводите. К недопустимому минимуму, я хотел бы сказать. Здесь процесс, подход должен быть творчеством. Не делайте культ из еды, ну, подберите для себя, что вам, так сказать, подходит. Ну, естественно, чай, кофе, вот возбуждающие особенные вещи, мы привыкли возбуждать организм. Поначалу лучше пусть он будет спокойным. Период выработки ровности, лучше чаепейте с мятой перечной. Она спокойно дает возможность ровности установиться. На нервную систему хорошо действовать. То есть, возбуждающие вещи, надо от них отказываться. Потом, может быть, вы и начнете их и пить там, и что-то делать, но в период восстановления ровности, вот той фундаментальной, нужна ровность и нервная система, чтобы там не было тоже перевозбуждения. Этот период такой, определенной адаптации, он должен быть. Потом можете опять подключать, что это было, но если будет хотеться, или если это будет естественным образом, не просто специально это будут делать. Так что, такое тонкое внутреннее ощущение, комфорт-то или дискомфорт-то, вот при питании, оно должно быть. И поэтому это чувство, и регулировать должно пищевой режим, про неколичество, качество там пищи потребляемое. Действительно, через какое-то время, вот работа на пути, ты понимаешь, что вообще любая пища вкусная, кроме тухлой, разумеется. Если она протухла, то она невкусная. И не обязательно там, вот она должна быть свежей, в течение двух часов, надо ее там съесть, тоже какой-то бред, иначе она теряет какие-то свойства, там, какая-то энергия, иния, они куда-то уходят, там, ну, куль делают из этого, ну, щи, вот, неделю стоят, да, не прокисли, ешьте, нормально, что вы, вот, не хотите, не ешьте. То есть, вот это, для меня всегда было непонятно, когда вот люди, я, да, я иду по пути, и потом начинают рассказывать, как они там едят. А вегетарианцы, да, это голодные люди, они в предвкушении всегда еды, в предвкушении, вот, они вот ждут, потирают руки, вот, когда там кто-то готовит. А, нет, нет. Вот я говорю, я как-то обидел аудиторию, там было два вегетарианца, как они на меня? Конечно. Конечно, не все. Надо создать общество защиты вегетарианцев, от Александра Васильевича Клюева. Но я могу пошутить. Я на одной лекции, на одной лекции, когда я читал релятивистскую концепцию психической деятельности, я картинки там демонстрирую, такие, которые явно показывают, что человек функционирует в разных режимах психики. Я говорю, это картинки для генералов. Генерал плохо понимает, когда все одинаково. А квадрат от круга он отличает. И оказался в аудитории генерал. Говорит, а я генерал. Он встал. Я говорю, ну... Ну, он в Штасском сидел генерал, а я... Там было интересно. Ну, это я по работе, по профессиональной своей. Но там было интересно. Ну, я говорю, я же иносказательно сказал. Я говорю, ну, не к вам же я обращался. Ну, он на меня затаил. Хоть генералы дураки, но такого же не бывает. Викторианцы тоже нормальные люди, все в порядке. Если бы в своих тонких ощущениях убеждены, что готовы свести прием пищи к минимуму, то ради бога, этот минимум держите. А в процессе следования по пути энергообмен в организме потерпевает существенные изменения, увеличивается доля поступления чистой энергии, нисходящей в обменный процесс. Это можно четко определить, потому как урежается дыхание. Дыхание урежается. Дыхание – это кислород, который тоже идет, так сказать, в энергообмен мышечный, так сказать, все процессы, они связаны с обменом кислорода. И вдруг, в 4-5 раз уменьшается частота дыхания. Значит, энергетика чистая уже поступает. В то же время с пищевыми вот этими всякими вещами тоже. Зачем шлаковать зря клетки? По привычке мы едим, а энергетика стока уже не нужна. Значит, она шлакуется в клетках. А сон тоже может уменьшиться? Что? Сон. Сон, я по себе могу сказать, были разные периоды. Был период, когда сон уменьшался, потом удлинялся, очень удлинялся, а теперь нормально, где-то 7 часов. Но поспать всегда хочется. В любой момент можно лечь спать. Если есть возможность, я говорю, всегда ложитесь спать. Бывает с сосном там разные вещи. В зависимости от этапа, от периода, какие-то изменения происходят. А то, что если будут излишки пищи, по привычке мы будем их принимать, то клетки просто будут шлаковаться, тем самым их восприимчивость с тонким энергиями будет ухудшаться. То есть, лишняя пища, лишние шлаки. То есть, требуется определенный оптимум. На каждом этапе вот этот оптимум должен вырабатываться. А? Когда больше ешь, меньше поток. А? Вы немножко его приторможиваете. То есть, вы хотите сказать, что лучше переесть, чем не доспать, да? Ну, конечно, притормазывается поток. Ну, это логично, конечно. Конечно, рацион мясной надо постепенно снижать, мясные продукты. Потому что откуда вот пища-то у нас вот эта животная появилась? В народах, которые проживали на территории с холодным климатом, это было, наверное, единственное, чем можно было зимой питаться. Да? Холодильника не было, там можно мамонта было убить, его там бросить, да? И по куску зимой отрезать. То есть, генетически, вот у народов, которые все-таки живут вот там севернее, да? У них вот мясоедение, оно в обменный процесс вошло. Ну, постепенно можно это каким-то образом за счет поступления чистой энергии вот эту энергетику трансмутировать все-таки. Вот поэтому надо потихоньку все-таки убавлять из рациона мяса. Говорят, а рыба можно или не можно есть? Ну, если есть, ну, в бычках там уже ничего нет, так что может быть. Чтобы вам повредило. Вот. В живой рыбе, которая пахнет рыбой, вот только что убитой, наверное, там, как-то не совсем бывает приятно. Вот я раньше любил вот эту рыбу жареную, потому что на Волге всегда ездишь, там, к родственникам, там, рыба всегда вот жарит, вот она, вот свежая рыба, в какого-то момента какой-то вот этот вот живой привкус, он не совсем. А вот когда она там такая, не поймешь уже, что, а то можно немножко. Не поймешь, когда. По мере продвижения по пути снижение потребления мясной пищи становится действительно естественной потребностью из белковых продуктов, ну, там что, ну, рыба, сыр, творог, можно зернобобовый, посоль, чечевица, такие вещи, такие нормальные. И очень полезна гречневая каша. Она щелочной продукт, не кислый, вот, очень хорошая вещь. Постепенно, возможно, переход и к чисто вегетарианскому питанию, ну, постепенно, что такое чисто вегетарианскому питанию, только растительное, но растительное тоже пища иногда утяжеляет, вот, желудки там тоже процессы не совсем хорошие. То есть, надо как-то просто подобрать, чтобы всё было нормально. Не нужно никаких заданностей. Не нужно. Очень полезны настойки чая из горьких щелочных трав, там, зверобойча, брест, мать-мачка, календула, щелочные чаи. Щелочные чаи очень полезны. Они способствуют раскислению организма, то есть, антиоксиданты они, то, что, вот, есть, разрядок. Ну, вот, иногда говорят, что люди, живущие в горах, питаются мясом, живут по сто с лишним лет, но надо отметить, что они, в общем-то, там, люди, во-первых, спокойные, которые живут в горах, у них есть определенный элемент ровности и спокойствия, люди, которые общаются напрямую с природы, еще трудятся там, они не просто там духовности ищут, сидят, да, они работают там, постоянно работают, это тоже немаловажно. И они, эти люди, которые в горах едят мясо, они много едят трав, щелочных всяких, так сказать, и перец, специи, вот, все то, что раскисляет организм. Все эти травы, они раскисляют организм. И я вот, с какого-то времени, у меня организм, в общем-то, требовал перца, я все время, вот, молотый перец, молотый перец, я все ел, ну, кроме сладкого, все, перец добавлял, но сейчас я тоже его добавляю, но уже в меньшей степени, у меня был период, когда мне очень хотелось, чтобы все было, перец, 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 просто организм хотел. Не прихоть моя была, что перец полезен, а организм требовал перца, я все время ссыпал перец. И сейчас так, периодически, ну, хочется, чтобы это что-то специя был. Если организм сладкого требуется, что? Сладкого требуется. Требуется, что делать? Ну, пусть ест сладкое организм, нужно не до беспредела, ну, сладкое. Ну, сладкое, значит, сладкое. А вообще, женщина, сладкое, это очень, это очень хорошая, снотворное тоже, потому что женщины говорят, что в определенном моменте, если они сладкого не съедят, они не уснут. Такое бывает. Ну, сладкого, значит, сладкого, что ждет? И когда к еде приступайте, в общем, будьте бдительны, находитесь в таким активном сознании в процессе приема пищи, не смотрите телевизор, не читайте книгу одновременно, это опять, вот, именно в самом процессе приема пищи. Не надо жадно глотать бутерброд, и впиваться в экран телевизора, или таким, все, сальными пальцами книжку, листает некоторое, я на работе, в смысле, он бутерброды живет, еще книжки листает, все это. Ну, не нужно, надо делать что-то одно, если вы кушаете, значит, надо кушать, просто в самом процессе находиться. Тогда вы действительно способны прочувствовать, что за пища у вас входит, все-таки, не глотать ее большими кусками, большими объемами, это будет нормально. Но вот эти вот 32 движения, как-то, вот у меня не получается, я им очень быстро, обед, ну, обед, наверное, минут 15, может быть, 10. я не могу вот так вот, по этому, по написанному, там надо как-то все проживать, все прослюнявить, чтобы был лучший процесс, так сказать, отделения там чего-то, вот, ну, так говорят, вот, пишется пособие, потом как надо есть. Ну, это бред, да? Что, вы не знаете, как надо есть? По книжкам, вот, должны учить, как надо есть. Сейчас такой абсур во всех областях, так сказать, во всех сферах человеческой деятельности, пытаются предписать, как нам там вставать, как ходить, как есть там, еще как что-то делать. Вот, такая вот идет, такое измельчание, да? Это когда уже все, вот, когда уже все, так сказать, исчерпано, то это начинает какие-то восколки, все распылять, какие-то мелочи, и человек в этих мелочах вязнет, это для него становится, ну, прям, это, религией целой, вот, вот, по мелочи там что-то сделать, что надо, а как вы относитесь к тому, как надо пить, вот, три литра воды пить, ну, вы же хотите пить, пейте три литра, если вам не хочется пить три литра, зачем их пить? А это полезно, говорят, ну, пейте, три литра в день, там, или еще сколько. Как вы относитесь к трем литрам воды в день? Как я могу относиться к трем литрам воды в день? Вам не хочется пить, а вы пьете, но вы обязательно, что это полезно, что там что-то у вас происходит, ну, какая религия своеобразная? Ну, может, действительно, произойдет. А? Может, ну, попробуй, потом расскажешь, мы тебя на клуб пригласим, и ты будешь нам рассказывать, как ты после трех литров воды, и ты будешь себя чувствовать. Так что здесь такой момент очень важный. И по мере продвижения вашего по пути происходит своеобразная нивелировка вкуса. То есть, исчезает разделение пищи на вкусную и невкусную. Обычно где-то какие-то были пристрастия, вот это вкусно, это невкусно, там, это менее вкусно. Любая пища, в общем-то, становится одинаково желанной и по-своему вкусной. То есть, не теряется вкус индивидуальный, просто вот ты не чувствуешь вкуса. А действительно, вкус вот каждого конкретного кусочка, там, допустим, хлеб черный, он такой вкусный, удивительный, вот, просто сам по себе. Иногда мне раз в год хочется хлеб намазать горчицей, посыпать солью и съесть. Ну, раз в год это бывает. Я тогда беру этот хлеб, мажу горчицей, и сыплю эту соль. Но каждый день, чтобы говорить, что это полезно, или это нужно, я не знаю. Вот такие моменты мы должны очень четко в себе прослеживать. Как организм, что он требует? Это самое лучшее, лучшее, это же наш учитель. В части вот выбора пищи, питания, не книжки, не полезность. Что, водку? Да я могу ведро выпить. Только потом организму бывает плохо. Вот я, нет, ну могу я выпить. Почему? Налейте, я выпью. Почему вы это вообще не пьете? Ну, я не ставлю себе табу, что нельзя пить, вот это невозможно. Я могу выпить. Ну, могу выпить иногда. Но меня, я могу по-другому сказать. Вот когда меня спрашивали, когда я прекратил вот эти вот всякие возлияния там с друзьями, компанией, почему ты не пьешь? Я говорю, почему вы пьете? А мы пьем, чтобы нам было хорошо. Я говорю, если мне так хорошо, без того питья, а когда я выпью, потом телу плохо, там что-то не так. Зачем я буду себя делать плохо, потом чувствовать себя совсем нехорошо. Немножко, конечно, можно выпить, но когда выпьешь много, телу совсем нехорошо. Ты погружаешься в нижний витал. То есть, это та самая помойка, которая опять туда возвращает. То есть, появляются вот эти вот шлаки алкогольные, и тебя в нижний витал затягивает. Потом. Это неприятная вещь. Если в семье там вино пьют, такие люди в традиции, понимаете? Вот один. Ну, хорошо. Ну, нальете, я выпью, там сколько могу. Но скажут, ну-ка пей. Вот у нас один человек, один человек, вот он превратно понимал слово смирение. Он говорит, Александр Максимович, вот вы говорите о смирении. А вот если меня, заставляет меня пить, вот я должен смиряться и пить? Я говорю, ну, вопрос о смирении. Тебя может убить кого-нибудь, так сказать, пошлют. То есть, вот смирение, что это такое? То есть, вообще, творческий подход должен к смирению быть. Не все, что тебе там предлагают, ты должен это исполнять, да? Мы будем говорить о смирении, наверное, когда в молитве будем говорить, сейчас мы этот вопрос оставим, но это очень важная вещь. А по поводу питья, ну, можно, конечно, выпить. Не знаю, я особое удовольствие потом не испытываю. Вначале, действительно, немножко там что-то бурлит, шумит, но, в принципе, ничего не меняется. И так хорошо. Ну, а потом, если пиво выпить, бутылочку хорошего, нормально, можно, ничего страшного в этом нет. Потому что нет табу, вот нельзя пить, вот я выпил, я там что-то вот нарушил. Как говорил апостол Павел, я всего, так сказать, две вещи, могу из него процитировать. Он говорил, пей вино, но не упивайся вином. Ну, вот он говорил, пей вино, но не упивайся вином. Иисус тоже выпивал вино, так я понимаю, но он не предлагал всем пить. Хочешь, пей, хочешь, не пей. Наверное. Тут вопрос такой. На этом пути нет никаких запретов. Другое дело, то есть, ты себе ничего не запрещаешь. Другое дело, нужно ли это тебе, будешь ли ты это делать? Хочется ли это? И хочешь ли сам? Да, да, запретов нет. Нет запретов. Вот если ты считаешь запрет, всё, ты зависим, ты закодирован. Где-то, это обязанная кодировка. А нет запретов, вот всё ты можешь делать. У тебя всё позволяется. И ещё вот путь сознательной эволюции, это не путь борьбы, это не путь приложения усилий. Не путь приложения усилий. То есть, на первый план в нашей работе выходит принцип осознания. То есть, мы не боремся с чем-то, не пытаемся что-то подавлять, а осознаём. Вот, ну, какой-то импульс в нас, так сказать, пришёл тот, который мы раньше реализовывали, всё было у нас в порядке, потом понимаем, что это нам мешает, что это не надо себя лишать этого. Но сам факт осознания, с каждым новым приходом того, что действительно нам мешает, и если мы это в жизнь как бы реализовываем, либо не реализовываем, а осознаём, то с каждым, так сказать, разом нашего, так сказать, осознания, совершенно безусильного, не борьбы, эта сила энтеропульса ослабевает, ослабевает. То есть, вот то, что ты не хочешь делать, или действительно делал по привычке, или это вредит пути, постепенно, постепенно просто, ну, как бы стирается, исчезает. То есть, уже нет такого импульса, страстной жажды вот именно это делать. Только надо это понимать, осознавать, не обрезать. Обрезал, начинается противодействие, борьба. То есть, понимание. Вот принцип осознания – это безусильность. Усилий никаких, так сказать, сверхусилий, тем более, не надо прилагать. Потому что сознание способно, способно растворять все эти формации. не загонять их куда-то там, не менять плюс на минус, то есть, радикально, от одного к другому крайности переходить. Именно принцип осознания. Вот это очень важный момент. Во всей работе. Не заниматься моральной хирургией, как говорил Штеор Абинда. То есть, процесс становления лучше, это не наш процесс, что мы должны стать лучше, моральнее, честнее, добрее. Лучше-то прояви свою нечестность, солги, да, но пойми, что вот я солгал. То есть, вот сам принцип покаяния, он убирает, ослабляет вот этот вот импульс, позыв к деланию разного рода непотребности. Понятно, наверное? Не зажимайся. Энергия осознания действительно способна выжечь эти негативные привычки. Осознание не требует усилий, необходима лишь бдительность. То есть, понимаешь, вот само по себе понимание ослабляет, ослабляет. Может, на этом понадобится, может быть, год там, или... Ну, в один день это не происходит. Неважно. То есть, сохраняйте пока вот то, что есть, но понимайте, что это вам мешает. Вот с какого-то момента это надо там прекратить. Понимаешь, что ты уже готов, но не сразу. Потихоньку, потихоньку, потихонечку. Такая постепенность. У меня была проблема, когда я вот какое-то одно время у меня вот эти вот алкогольные дела были, я лечил с этим делом, вроде было хорошо, потом думаю, уже на... Я год работал на пути и, ну, еще совмещал пока это дело, но уже ставил себе там цель. раз в неделю там и немножечко там. Потихоньку, потихоньку. Потом необходимость отпала, потому что, так, знаете, не потому что я там говорю, вот это ужасно, это вредно. Нет, просто само собой мне это просто уже расхотелось. Все. Принцип осознания. Не только вот сейчас я прекращу. Ну, ну прекрати. И будешь вот ломаться, там внутри напряженность будет идти. То есть, не надо ничего, так сказать, не надо резко бросать какие-то вещи делать. Я не говорю о преступниках, да? Если ты воруешь, то резко брось воровать. Здесь это несуместимо. Ну, какие-то жизненные наши моменты-то обычные. Они бывают не совсем хорошими. Надо как-то потихонечку их вот сводить на нет. Именно принципам осознания. Что это мешает? Мешает продвижение по пути, мешает работе. И ты убавляешь, убавляешься. Уходим. И потом это безболезненно происходит совершенно. спокойно. А любые усилия, если вы что-то загоняете в подсознание, с чем-то борются, всё загнано рано или поздно поднимается на поверхность. И все наши постадетивные построения могут рухнуть в один момент. Это прорвётся, и всё. Как насилие над собой. Да. Да. А как только в сознании установится бдительность тотальная, процесс такого безусильного растворения всех этих негативных явлений станет нормой. Ты это видишь, мгновенно осознаётся, и уже импульс этот не работает. Ну, теперь коротко о неприятностях, о возможных неприятностях, касающихся физического состояния. Человек, который могут подстерегать его на ранних этапах работы на пути эволюционном, таковым, прежде всего, относится, ну, периодически, вообще, недомогание бывает, как-то вот, не совсем-то и чувствуешь себя здоровым, что-то такое, когда внутренняя энергетика просыпается, ну, там бывают вот какие-то состояния, когда она прикасается к тому или иному органу, или на телесный уровень выходит, там могут быть озноб какой-то, может быть, какие-то вот ощущения жара, какое-то недомогание, ну, такие моменты бывают, просто, когда организм перестраивается, новая энергообменная среда образуется, мы привыкли к старому, да, начинаются вот какие-то процессы перестройки, любой процесс перестройки, он всегда бывает, но ощутим, я не скажу болезнь, но он ощутил, ты себя прежнего как бы уже не ощущаешь, какие-то там могут быть не совсем приятные моменты, вот, головные боли могут быть, боли в области вот солнечного сплетения, мы говорили, нарушения сердечного ритма могут периодически, боли в суставах, мышцах такие, так сказать, тоже категории вот этих самых болей, именно связанных с формированием совершенно новой энергетической структуры, вот такие ощущения жара в голове, в конечностях, возможно, также состояние лихорадочное с внезапным повышением температуры тела, вот может повысить температуру тела, потом оно снизится, практически, вот в течение нескольких часов происходит, может быть холодный жар, то есть не повышается температура, вот какое-то ощущение жара, холодный жар, так называемый, это тоже клеточная реакция, вот которая происходит в результате соприкосновения с нисходящим потоком, но для неприятностей, вот для купирования неприятностей, вот таких состояний действительно не совсем комфортных, ну целесообразно один раз, один или два раза в день принимать раствор пищевой соды за счёт 1 чайная ложка на 150 где-то миллилитров воды, вот её размешал с тёплой водой и выпил, сода очень хорошо она излишки энергии убирает, очень быстро, мгновенно она всасывается там, какие-то процессы и там, где лишняя энергия, которая вызывает дискомфорт, она снимает это, то есть она её гасит, энергогаситель своеобразный, и в огне йоги в атосоде идёт речь, она называется пеплом священного огня, вообще это удивительный продукт, который очень не любят наши врачи, ибо если человек будет пить соду, они есть и пить их таблетки, то ему не надо будет обращаться к дорогостоящим препаратам, потому что все препараты, которые основаны, вернее, которые связаны с широкого спектра действия какими-то там вещами, в их основе лежит сода, а потом у неё наполнителями всякими, маскируют, и говорят, что это вообще уникальный, удивительный препарат. Вот съешьте аспирин и соду, вот вам все эти американские таблетки, соду выпить и аспирин, таблетку, всё, на ночь. Они эти дорогостоящие, под разными названиями таблетки, в состав которых входит аспирин и сода с какими-то миллионами наполнителей, идиотских. Всё делается очень просто, бизнес делается на простых вещах, сода это универсальные средства. Вот ребёнок, астматический компонент, совершенно дикий, ночь спать не может ребёнок, аллергия, но тёплое настоящее молоко с содой на ночь, сверху масло ещё, так сказать, дайте, пусть пьёт на ночь, никаких не будет астматических компонентов. Не надо никаких гормонов, никакими пичкать, ещё чего. Есть очень простые вещи. А иначе вся индустрия вот эта обманная фармакологическая рухнет, если простые вещи люди будут использовать. А есть другая экранность, травники, ой, вот эта трава от этого, это от этого, сейчас там сбор, чай там сделаем, это тоже абсурд полный. разные сборы, чай, этот от этого, чай, этот от этого, от золотухи, там, от поноса, всё это замешали, и пьют, и пьют, говорят, что это полезно. Есть вещи простые, не надо, так сказать, детализировать это молекулярно-генетическое уровне всё расщеплять. Есть какие-то фундаментальные вещи, которые уже устоялись, они понятны. можно этим увлекаться. Вот и с целью гармонизации энергообмена, я всегда говорю, тоже на ранних этапах, очень полезно пить настой мятоперечный, но не спиртовые настойки, а минонастой, да, вот это, как бы, чаи, заварка, и корни валерианы тоже, у возбудимых таких личностей, это очень полезно. И при общем недомогании и усталости самое лучшее лекарство это сон. Сон это самое замечательное лекарство. Вот спать надо не меньше 7 часов в сутки. Если днём возникает сонливость, есть возможность прилечь, то непременно надо этой возможностью воспользоваться. Потому что, как правило, когда у нас начинается, начинает открываться у нас поток, вот, а у нас какое-то индивидуальное давление всегда было, да, артериальное, и обычно оно несколько повышенное давление. Ну, обычного человека, не шагающего по пути, он с возрастом обычно где-то давление помышляется, вот, и когда вы начинаете открываться потоку, то у вас снижается это давление на 10, на 20 мм, и вы начинаете еще и сонливость, даже то, что давление просто снизилось. Вот сонливость возникает вот повышение, понижение артериального давления. Оно понижается, и какое-то время оно может быть ну ниже вот той самой нормы. Вот сейчас абсолютный бред связанный с этим давлением. То есть, когда нас учили серьезные врачи, вот те, которые еще видели больного, больного целиком, они еще видели человека, который вот целиком, не просто там у него гипертония, не просто у него печень или почки, сейчас лечит все, так сказать, вот так, точечно. А тогда вот был больной. Нам говорили, что у нормального человека, у нормального покойника, ну, не идущего по пути сознательной эволюции, у него давление верхнее, вот это реально, если ему 50 лет, должно быть 150, 150, 150 там на сколько, то если ему 70 лет, 170 там на сколько, если ему 100 лет, то 200 там на 100, потому что для того, чтобы вот этот склеротический противоток вот как бы прогнать, нужно повышение давления, потому что сосуды теряют эластичность, чем больше давления, тем оно создает оптимальные условия для функционирования организма. Сейчас 120 делают старикам, над моим отцом издевались, я когда пришел, говорю, что вы делаете, у человека нормальное давление 180, ему гонят до 140, он падает, вот должно быть такое давление, то есть полный бред, 120, все, то есть это магические цифры, и вот гонят, 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 человек не может кровь прокачать, мозг у него не работает, там склероз, кровь не поступает, падают, бьются старикам, давление 120 делают, это варварство, просто люди не понимают совершенно ничего, то есть полный абсурд, идиотизм уже в этой сфере, ну, я не знаю, с чем сравнить даже, вот так, идиотизм, 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 идиотизм,